Нереально красочное и яркое погружение в другую реальность, реальность фантазии и магического транса. Нет, это не портал в иное измерение. Это открытие международного фестиваля аудиовизуального искусства «Интервалс-2021», который уже стал традиционным и уже успел полюбиться как нижегородцам, так и гостям города. Это очень интересно, что ты можешь своим телом изобразить рисунки, которые здесь вливаются. Так что здесь меняются цвета, это очень, так скажем, меняет настроение, ты можешь продвигаться быстрее, медленнее. Что волны можешь делать, это очень необычно. Цифровое искусство — это какое-то новое направление в творчестве, где молодые художники, цифровые художники выражают свои мысли, свою вселенную через вот эти работы. И какие классические искусства, мне кажется, оно важно для того, чтобы развиваться всесторонне, для того, чтобы видеть другое направление, другие взгляды. «Интервалс-2021» включает в себя масштабную медиавыставку в России с рекордным количеством площадок. В этом году их 15, и все они расположены в историческом центре Нижнего Новгорода, как на улице, так и внутри зданий. Так, ровно в 8 часов вечера открылся главный ярмарочный дом и второй павильон Нижегородской ярмарки. Фабрика «Маяк» предстала уже в обновленном виде. Реконструкция ее фасада завершилась перед большим юбилеем Нижнего Новгорода. И впервые мемпинг-шоу удалось устроить на метро-мосту. Зрелище завораживающее. И, пожалуй, впервые в истории каждый нижегородец сможет сам управлять подсветкой на Нижегородской телебашне и стать настоящим повелителем огней. Все жители нашего города, гости нашего города могут, начиная с этой пятницы и по воскресенье, три дня прийти на угол Костина и Белинского. И, собственно говоря, взять и прямо в ручном режиме реально поуправлять цветы музыкой, которая будет на башне. То есть управлять в живую башню, менять цвета, менять музыку. И вот эта интерактивная история, которая уже не первый год продолжается с нашей телебашней, вот тогда получила сейчас совершенно новое уникальное развитие. Площадки интервалса развернулись не только снаружи, но и внутри зданий. Так, оказавшись, например, в помещении кинотеатра «Рекорд», становишься участником невероятного действия. Все твои движения повторяются на большом экране, а ты словно погружаешься в атмосферу абстракций и красок. А в арт-пространстве цех представлена необычная медиа-инсталляция. Разноцветные колонны установлены по периметру площадки и переносят посетителей в мир цвета и звука. Это настоящий музыкальный перформанс. В здании речного вокзала развернулась пространственная инсталляция и аудио-визуальный перформанс «Аверлоджик». На двух этажах красных казарм можно насладиться пространственной инсталляцией, построенной на иллюзиях с помощью зеркал. Пространственную инсталляцию можно увидеть и в помещениях бывшей фабрики «Маяк». Ербовый зал главного ярмарочного дома и первый павильон Нижегородской ярмарки готовы удивить пространственной инсталляцией в авторском стиле медиахудожников спецпроектом «Генеративная галерея». В здании филармонии представлена кинетическая зеркальная скульптура с использованием лазеров. А в Кремле, где расположен ландшафтный амфитеатр, вниманию зрителей будет представлена инсталляция, посвященная танцу. Интервал с 20-21 станет мощным финалом летней серии мероприятий событийной программы 800-летия Нижнего Новгорода. В этом году фестиваль уникален тем, что мы внутренние локации открываем специально для зрителей пораньше, в 12 часов дня, потому что мы готовились к большому потоку зрителей, мы видим то, что действительно наш фестиваль вызывает большой интерес, и специально для этого мы открываем как можно раньше, что можем, настраиваться внутри помещения, чтобы люди с 12 уже направлялись их смотреть. И когда стемнеет с 8 часов вечера, уже можно гулять по вечерним локациям и любоваться мэппингами, проекциями. Инсталляцию представляют художники мирового уровня из Великобритании, Франции, Азербайджана, Словакии. А помимо фестивальной программы, на интервалсе предусмотрена образовательная программа с участием медиахудожников, известных представителей медиа-арта, организаторов и кураторов крупнейших мероприятий мультимедиа-индустрии. В субботу и воскресенье проходит очень большой лекторий. Он будет проходить в молодежном центре «Высота» на улице Савнаркомовской. В течение двух дней будет выступать огромное количество лекторов, спикеров, художников и в основном все эти open talk и выступления для неподготовленного зрителя. То есть это не нужно разбираться в медиа-арте или быть каким-то дизайнером, чтобы там присутствовать. Также у нас есть в кинофактуре 29 числа большая такая дискуссионная программа, где можно встретиться с художниками, задавать им вопросы, это все в нижней полиграфе. Ну и стандартно у нас в студии «Дримлазер» проходит уже такие профессиональные локшопы. Выставочная программа «Интервалс-2021» стала самой объемной в истории фестиваля и самой масштабной в России, а количество локаций рекордным. Организацию фестиваля поддержали Центр 800 и правительство Нижегородской области, а также студия «Дримлазер». Насладиться красотой современных технологий возможно в течение трех дней до 29 августа включительно. Ознакомиться со всей необходимой информацией можно на сайте фестиваля «Интервалфест.ком». Мероприятие проходит в соблюдении всех мер ковид-безопасности. Мария Бурова, Михаил Городников, Василий Низов, Алексей Калякин. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова